Мы приглашаем в нашу студию Оксану Костовову и Андрея Туманова, председателя Союза Садоводов. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Вы к доктору проходите к нашему. Здравствуйте. Оксана, мы выслушали ваш рассказ очень внимательно. Вот вы столько времени питались яблоками. Я считаю, что это удивительный вообще продукт. Но вот здесь представлено очень много яблок. У вас нет сейчас отторжения к ним? Нет, я абсолютно не чувствую к ним никакой антипатии. Я очень люблю яблоки, и поэтому именно тогда выбрала именно яблочную диету. То есть они вам не надоели с тех пор? Нет, нет. А результат-то у вас был? Результат был минус 4 килограмма. За сколько? За 5 дней. А как вы себя чувствовали? Чувствовала себя нормально. Я как-то морально себя подготовила. Нормально до гастрита, да? Да. Ясно. Я в течение диеты чувствовала себя абсолютно нормально. Никаких болей, ничего абсолютно не было. А слабостей не было? Нет. Я так же продолжала даже тренироваться. Но я слабых сил, наверное, не прибавляла. Ну да, да. Такого не было. Сонливость была, да. А у меня вопрос такой. А какими яблоками вы питались? Айдорет. Дело в том, что сорт Айдорет, где он растет, вы знаете? Нет. Ну, он растет там далеко-далеко на юге. То есть не у нас, не в нашей зоне. Это в основном красивые яблоки. У красивых яблок, которые продаются в магазине, у них два положительных качества. Эти яблоки должны радовать глаз покупателя и потребителя. Радуют? Очень. Радуют. Вот эти, наверное, не радуют, да? Кроме того, они должны хорошо храниться и хорошо перевозиться. То есть это, ну, товарный продукт. То есть есть продукт для магазина, а есть продукт для себя любимого. Да, да. Пользы в них на порядок меньше, чем вот в этих некрасивых яблоках. Вот объясните мне, о какой пользе мы сейчас говорим? О какой пользе? Вообще яблоки – это не столь полезный продукт, как, ну, думают многие. В яблоках достаточно мало витамина С. Чтобы, например, покрыть суточную дозу, вам надо съесть, ну, не полвитра, но, по крайней мере… Ну, может, витамин С – это не панацея. Да, да, там, яблок 15. Ну, понимаете, когда вы сидите только на яблочной диете, явно у вас нехватка разных витаминов тут же образуется. Но что полезного? Калия. Калия. Да, поэтому многие врачи, особенно, которые там… Сердце, проводимость. Да, 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 насчет сердца говорят, кушайте яблоки. Ну, ясно, что должна быть какая-то золотая середина. Нереально непонятно. Вот что вот в этом яблоке может быть лучше, чем вот в этом? А вы понюхайте их. Запаха нет. Нет, запах есть, да. Вот здесь есть, да. Значит, запах – это первое, что хорошее. Ну, скажем так, запах сигнализирует нам о том, что вот это яблоко, оно, ну, более такое естественное. Вот это яблоко магазинное, яблоко выращенное на продажу. Это яблоко выращенное на еду. Нет, выращенное, а не на одном дереве. Нет, конечно. Просто селекционеры изначально выводили вот такие вот яблоки для продажи, а не для того, чтобы в них были витамины. Понимаете, количество витаминов в яблоках может очень здорово разниться, понимаете, иногда в 10 раз. То есть яблоко – это совершенно такой вот разный продукт. Как люди бывают разные, так и сорта яблок. Вот меня интересует такой вопрос. Вот я беру яблоко, да, вот, покупное, и начинаю вот так вот скрести, да, вот. И получается, вот у меня что-то белое. Вот что это такое? Давайте нас пугать. Яблоки, которые привозят к нам из-за границы. Вообще, дикое позорище. То есть Россия – яблочная страна. Мы яблоки можем выращивать в мир, в мир кормить можем. А привозят яблоки из Польши, привозят из Дании. Даже из Аргентины я видел яблоки. Что вы там опять нашли? Так вот, то самое импортное яблоко, которое приехало к нам из-за моря, чтобы оно нормально до нас доехало, надо его покрыть специальным составом. Это так называемый пищевой воск. То есть вы от него не отравитесь, не умрете. Но я так думаю, вот даже если он пищевой, зачем он мне нужен в организме? Абсолютно. Это парафины, они влияют на печень, от них погибают клетки печени. Это надо знать. Сейчас мы говорили про импортные яблоки, на которых вот этот искусственный воск. Дело в том, что практически все яблоки, они тоже в естественных условиях покрыты естественным восковым налетом. Если вот вы проводите, и видна полоса, то есть это естественная защита у яблока. Поэтому этого воска бояться не надо. То, что вы вырастили мы сами, то мы не боимся. Вот два яблока у нас. Вот это явно покрыто воском. Все блестит, да? Это похоже на Рене Цимиренко. А вот это вот не покрыто. Вот давайте возьмем обычную губную помаду. В принципе, там входит парафина те же самые. И попробуем немножко нанести. Вот совсем чуть-чуть я нанес. И смотрите, что сейчас мы делаем. Мы берем и вот так располировываем. И яблоко становится все более красивое, красивое. Для сравнения покажу другую сторону, которую я не полировал. Доктор, у меня уже заболел живот. Вы понимаете, чем мы тянем все диеты? Вы еще не начали яблочную диету, у вас уже заболел живот. А доктор как расскажет, он мне коготки в колбаске найдет, то теперь вот... Ну ты же видишь, раз и два. Слушайте, если мы так людей напугаем, так они вообще пристанут есть яблоки, а яблоки мы не пугаем. А вот продукт полезный. Абсолютно. Яблоки, на мой взгляд, как диетолога, яблоки наиболее полезный продукт из всех фруктов. Пять яблок в день вам не помешают. А наши ребята все едят по четыре яблока в день. Очень многие любят, например, есть яблоки с косточками, вот прям до конца, вот это доедать. С косточками не надо. В косточках содержатся ядовитые вещества. Не надо бояться... Да, если вы съедите там горсть косточек, может у вас живот заболит. Но если там одна-две проскочила, это не страшно. У меня еще один вопрос, естественно. Я очень люблю вот такие зеленые яблоки. Кожуру вообще лучше тогда снимать. А как вы любите больше, с кожурой или без кожуры? Я их просто люблю, у тебя все равно. Ну, в общем, короче, как вы любите, так и едите. Но в кожуре, безусловно, побольше витамина С. И, естественно, если мы кожуру снимаем, мы лишаемся части не только витамина С, но и других витаминов. С другой стороны, кожура для некоторых желудков – это дополнительная нагрузка. Кому-то подходит, кому-то не подходит. Вы сейчас так долго говорили о полезности яблок, и в то же время рядом сидит Оксана, которая эти яблоки ела, и вы хотите сказать, что яблочная диета – это плохо. Давайте все-таки определимся. Мы хотим сказать только одно. Яблоки – это очень полезный и нужный продукт. Это хорошо. Но питаться одним нужным и полезным продуктом, извините, вы тогда с ума сойдете от этих яблок. У вас заболеет живот, вы получите гастрит и получите массу других неприятностей. Если я не прав, доктор меня поправит. При каких болезнях вообще нельзя яблоки? При любых заболеваниях желудка яблоки противопоказаны. То есть это будет гастрит с повышенной секрецией, с пониженной секрецией. Яблоки достаточно агрессивны. И кислотность, кстати, многие говорят, что вот эти яблоки, например, более сладкие, а вот эти более кислые. На самом деле кислоты в ней одинаково. Вкус кислоты определяется только количеством сахара. В одном яблоке будет его чуть больше, в другом чуть меньше. Александр Владимирович, вот вы говорите, что яблоко – это агрессивный фрукт. Но это испеченное яблоко. Вадик, ну понимаешь, агрессия сразу вызывает ощущение, что его не надо есть, что это плохой продукт. Наоборот, я хочу подчеркнуть, что яблоки, на мой взгляд, самый полезный фрукт. Надо просто знать меру. Надо знать, как его есть. Вот 4 яблока в день, причем не сразу, а как вы едите? Постепенно, в течение всего дня, с отрубями, то есть с дополнительной клетчаткой. Это нормально. Но сидеть на яблоках несколько дней, когда происходит разрушение белковой массы, белок не поступает, организм начинает съедать самого себя, и мы теряем вместо жировой массы мышечную, а потом стоим на весы, вес упал. Да, но за счет чего? За счет обезвоживания и за счет мышечной массы. А жиры как сидели, так и сидели. Поэтому вода быстренько набирается, и вес моментально восстанавливает. А желудок мы уже этими яблоками сожгли. Вот это неправильно. Мы говорим о том, что каждый продукт должен иметь правильную упаковку, должен правильно храниться, должен правильно обрабатываться, и главное, должен вовремя и правильно употребляться. Правило для тех, кто худеет. Отдавайте предпочтение ароматным яблокам, даже если внешне они выглядят непривлекательно. Вот у Оксаны есть вопрос. У меня, например, диагноз гастрит с повышенной чувствительностью, то есть следует ли мне исключить вообще яблоки из моего рациона. Мы всегда говорим, надо проконсультироваться с врачом, надо пройти обследование. Это самое главное. Андрей Алексеевич, один вопрос к нашему психотерапевту. Евгения, скажите, когда человек сидит на монодиете, он может, как вот Андрей говорил, сойти с ума? Ну, вы знаете, так категорично я бы не сказала, с ума он не сойдет, но однозначно любая диета психологически вредна. Особенно монодиета, правильно? Особенно моно, потому что диета это всегда запрет, наш мозг не выносит запретов, рано или поздно он найдет лазейки, как сорваться с этой диеты, и срывы неизбежно случаются и приводят к набору килограммов, что было у нашей участницы. Только грамотное сбалансированное питание – залог нашей стройности. В яблоках содержится одна ценная кислота, которая нормализует нам наш жировой обмен. Принимайте это как должное. В яблоках содержат удивительное вещество, которое называется пектин, которое выводит даже соли тяжелых металлов из костей. И, кстати, вот когда вы видите падалицу, вот падает яблоко, у него получается такое больное место, болячка, которое все стараются срезать. Это место, куда собирается весь пектин с яблок. Поэтому вот эти места надо срезать в баночку и есть. Это для тех, у кого в анализах находится много тяжелых металлов. Господа специалистов, у нас вопрос. Да. У меня на даче семь яблонь. И яблоков много. А как их хранить все-таки? Вот у меня не получается. Если у вас не получается, надо начать сначала с сортов. Как я уже говорил, есть сорта, которые хранятся, есть сорта, которые не хранятся. Если у вас летние и осенние, вы никогда их не сохраните. Только переработать, посушить для компотиков, либо носок перегнать. Если хотите сохранить, то это зимние яблоки. Они, как правило, крепкие. Вот такие вот. Они созревают очень поздно. Пожалуйста, в подвалах температура, где не выше плюс 5 градусов у нас находится, можно завернуть каждое яблочко в газетку, в бумажечку. Вот так оно у вас будет храниться нормально. Надо понимать, что яблоко – это живой организм, который дышит, в котором идут биохимические процессы. И чем дольше у вас яблоко лежит, тем больше полезных веществ там распадается. И тем больше вот этого продуктов метаболизма оказывается. Поэтому чем дольше яблоко пролежало, тем оно менее полезно. Так что сажайте яблони у себя на дачу, чтобы у вас были разные сорта летние, осенние, зимние. И кушайте, расширяйте свой период потребления яблок. Друзья мои, ну мы, кажется, рассказали уже про яблоки все. Поэтому возьмите ваши блокнотики и запишите итог. Яблоки – изумительно полезный продукт, который должен присутствовать в рационе каждого здорового человека. Противопоказания есть, но они решаются врачом. В основном это заболевания желудочно-тишечного тракта. Третье – яблоки можно есть печеные, при этом их целебные свойства практически не нарушаются. Никаких яблочных диет мы не признаем. Они наносят колоссальный ущерб нашему организму. И напоследок мы говорили о пектине. И поэтому сегодня у меня к вам есть маленький сюрприз, который, я уверен, вам понравится. Традиционная русская сладость – пастила. Состоит только из яблочного пюре, из пектина и немножко добавлен сахара. Но сегодня… Едите к нам, доктор. Уже хотите, да? Я тут первой сижу. Это причем не та пастила, к которой вы привыкли в магазине. Видите, она даже выглядит по-другому. Потому что тут натуральный пектин, натуральные яблоки. Вот это железо, вы видите, что это коричневый цвет. Правило для тех, кто худеет. Настоящая пастила содержит только три ингредиента. Яблочное пюре, сахар и яичные белки. Вы меня прошли. А вы вот… Да, спасибо. Алексей Владимирович, давайте мы передадим это… Это очень полезно. Подождите, а я… И вам, Настенька, и вам, Оксана. Оксане, можно пастилу с гостей? Можно, 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 смело. Причем, если сладости пастила – самая полезная сладость. И когда вы закончите худеть, будете жить обычной нормальной жизнью, то в пастилу вы можете включать ежедневный рацион совершенно нормальный. Только вот такую качественную пастилу. Спасибо.